И вот еще один обзорчик будет такой, касаемо именно, наверное, не то чтобы там тусовки, а-ля там вот океан, вот пляж, там вот серфинг, вот, а по теме кемперов и разновидностей, вот, тут что-то лапусы, короче, понаехали, тарифы не резиновые, ну вот еще один на литовских номерах, Nissan, вот, такой компактный, некоторые называют их кастомлагены, кто-то называют их цельнометаллическими, ну, вот он еще один вариант, ну, такого комфортного, и, ну, достаточно маневренного кемпера заводского. Слушай, это самое, а кемпер этот, это какой год Nissan у тебя? 2005, наверное, что-то. 2005, да? А комплектация, то есть, как, ну, обычные кемпера, там, душ, там, туалет, все это есть? Нет, душ-туалет нет. Душ-туалет нет, все остальное есть. Все остальное, да, душ-туалет. Ну, душ-дущий внаружи есть. Наружный душ. А машина-то где? Потерял. Слушай, я положу, поснимаю его, да? Хорошо, хорошо. Там он, Грэг, кричит, где машина, просто чувак, он ездит, короче, с лафетом, ну, вот, возит с собой лафет, ну, для каких целей? Приезжаешь в какую-то страну, паркуешься где удобно, берешь в аренду тачку, я, кстати, видел немцев, они прямо с собой смарт возят, вот, собираешься на дальнее расстояние переместиться, вот, на лафет ее загружаешь и погнал, вот, приехал, запарковался, ну, и, ну, там, лафет отцепляешь, там, пересаживаешься на тачку куда-то в город, по делам, ну, каждый, каждый, каждый по-своему видит такие поездки. Чуваки, не знаю, как будет ли сейчас видно, короче, отойду сейчас сразу же, покажу со стороны, это вот такой Ниссан, вот такой вот Ниссан. Что там внутри? Внутри? Вот, как я уже сейчас спрашивал, да, этого, души здесь нет, да? Ну, о чем мы имеем? А поворотные передние сидения? Поворотные. То есть поворотные передние сидения разворачиваются, получается такая достаточно комфортная гостиная, вот, со столиком и... А это кастом у тебя? Это кастом? Это кастом или заводской? А, это, короче, кастом. То есть это сами ребят делали. Под заказ ты делал или сам? Сам делал, чувак, короче. Ну, вот, вот, помимо этой гостиной, вот такая вот кухонная зона. Что мы здесь видим? Раковина, раковина. С этой стороны плита. Как обычно в кемперах, куча полок. Вот, и сзади у дверей получается вот кровать. Ну, само собой, под ней, опять-таки, шкафы, полки. Душу он, как бы, сделал, как он говорит, выносной. Ну, с музыкой он, да, не заморачивался. Такие два бокса повесил, огромные, мощные. Ну, и стоит на крыше солнечная панель. Вот, соточка. Ему вот не хватает немножко ее. Еще он впер и вот дополнительную, которую он снимает. Блин, немножко неудобно. Надо все-таки, наверное, с линзы снимать. Вот такой вот кемпер. Такой вот вариант. И для тех, кто, кому кофе, как бы, сортир там, душ. Вот такой вот вариант. Вот такого кастома. Кстати, 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 вот покажу сразу же. Решетка, это выслаб холодильника. Мы не знаем, где забор воздуха здесь. Вот, ну и на крыше, кстати, про душ. Это же вот труба, у тебя это и есть душ, да? Нет. А удочки до спиннингов, короче. Вот такая тема. Вот, короче, вариант такой. Душ уличный. Вот такой, как сервисный блок. Вот. А внутри есть бойлер. Как он открывается? Бойлер, да. Вот внутри бойлер, короче. Вот здесь шланг подключается. Холодно-горячее убираешь. Все, врубаешь. И так вот на улице здесь душ. Вот такое решение.